В Лямберском районе фермера оштрафовали за заросшие поля. Аграрий заплатил 300 тысяч рублей за то, что несколько лет не обрабатывал принадлежащие ему 700 гектаров сельхозугодий. Закон, согласно которому такое наказание стало возможным, был принят Российской Госдумой летом этого года. И теперь сельхознадзор зорко следит за выполнением требований, рассказывает Людмила Кусерова. На этом поле в Лямберском районе уже несколько лет растет сортовой бурьян. И совсем недавно он покрывал здесь 700 гектар плодородных земель, площадь равная тысяче футбольных полей. И все это пока еще принадлежит местному фермеру Шамилю Бекмаеву. Данные земельные участки на момент проверки они зарастали сорной растительностью. С момента регистрации до момента проверки на данных земельных участках не проводились никакие агротехнические мероприятия. То есть данные земельные участки зарастали с сорной растительностью. Такого по новому закону быть не должно. Еще летом федеральные парламентарии приняли поправки к существующей 284 статье Гражданского кодекса России. Согласно ей, если земельный участок не обрабатывается два года, хозяина или арендатора наказывают штрафом, если три и более лет изымают и выставляют на торги. Эти изменения не упали, как снег на голову мордовским фермерам. В конце июля предприниматели и аграрии республики за круглым столом обсуждали новые правила и предупреждали, что за каждым квадратным метром сельхозугодий будут зорко следить. Но получается, что до сих пор остались те, кто то ли не слышал, то ли не понял, насколько все серьезно. Если данное лицо не будет засевать, а обрабатывать эти земельные участки, проводить мероприятия, то можно уже запустить процесс и взять из земель. Кадастровая стоимость одного гектара сельхозугодий в Лямберском районе около 40 тысяч рублей. Получается, что свои поля Шамиль Микмаев купил где-то за 26 миллионов. Но, видимо, денег не хватило на обработку земли. И 700 гектар плодородной почвы почти три года зарастали сорняками. И после того, как в дело вмешалась районная администрация и сельхознадзор, фермеру пришлось мало того, что заплатить штраф 300 тысяч рублей, так еще и расстаться с частью своих владений. Мы уже вопрос решили. Переговоры велись с собственником другим сельхозтоваропроизводителем очень долго. Значит, в течение практически двух месяцев мы пришли к консенсусу, что они будут выкупать эти земли. Да. Сейчас документы находятся на подпище у министра сельского хозяйства республики нашей. Они должны будут подписаны. Справедливости ради стоит сказать, что оштрафованный фермер сразу после злоключения сдал оставшуюся половину своих полей арендаторам. По сути дела, земли все-таки начали обрабатываться. В следующем году они уже дадут урожай, а значит принесут деньги в республиканский бюджет. Но самое главное, что все это можно было сделать и не дожидаясь наказания за нарушение нового федерального закона. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости. Лемберский район. Республика Мордовия.